Зрение портится и у этого может быть много причин. Здравствуйте, это программа «Поговорите с доктором» в студии Яйна Панфилова. Говорим сегодня о заболеваниях, которые приводят к потере зрения. У нас на связи врач-офтальмолог Центра офтальмологии РостГМУ Юлия Анатольевна Борзилова. Юлия Анатольевна Борзилова в 1999 году окончила Ростовский государственный медицинский университет. С 2000 по 2001 год работала врачом-офтальмологом областного консультативно-диагностического центра. С 2001 года по настоящее время работает врачом-офтальмологом Центра офтальмологии РостГМУ. Проходила специализации по лазерной офтальмохирургии во всех ведущих центрах России. Врач высшей квалификационной категории. Здравствуйте, Юлия Анатольевна. Я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, добрый день. Юлия Анатольевна, говорим сегодня с вами о заболеваниях, которые приводят к снижению и даже полной потере зрения. Что это за заболевания? Какие заболевания могут к этому приводить? Это заболевания, которые являются ведущими по инвалидности и слабовидению во всем мире. Это такие заболевания, как глоукома, такие заболевания, как возрастная макулодистрофия, сахарный диабет, тромбозы вен сетчатки. Это класс заболеваний, которые на протяжении многих лет становятся все более и более значимы, актуальны среди оптимологических заболеваний. И они приобретают наиболее значимое место по слепоте и слабовидению во всем мире. Как я сказала, это заболевания могут быть чисто связаны с органом зрения или следствия каких-то сопутствующих заболеваний, такие как сахарный диабет, такие как тромбозы вен сетчатки, которые зачастую сопровождаются таким достаточно частым заболеванием, как импертоническая болезнь. То, что касается сахарного диабета, хотелось бы отметить, что это заболевание с каждым годом становится все более выраженным во всем мире. Так, где-то к 2025 году около 30 миллионов человек будет болеть сахарным диабетом. Кроме того, эта болезнь зачастую тяжело выявляемая, поэтому число заболевших, зарегистрированных пациентов, как правило, значительно меньше, чем число, которые болеют на самом деле. Глазные проявления сахарного диабета — это поздние осложнения, которые, как правило, диагностируются где-то примерно на 10-м году жизни пациента, заболевания у данного пациента. В то же время никто не знает, когда сахарный диабет начинается, поэтому поставлен диагноз. Поэтому вот эти 10 лет — это срок достаточно условный. И при первом выявлении и постановке этого диагноза необходим осмотр и консультации офтальмолога. То, что касается глоукомы, это чисто глазное заболевание, которое связано с глоукомной оптической нейропатией, то есть атрофией зрительного нерва, связанного с повышением внутриглазного давления. Это заболевание стоит на первом месте после патии инвалидностью среди пациентов во всем мире, которые связаны именно с глазными болезнями. Это очень коварное заболевание, при котором снижение зрения происходит медленно и безболезненно. Оно не связано с другими болезнями, может быть, зачастую, но это тоже одно из самых ведущих заболеваний по слабовидению. То, что касается тромбоза вен сетчатки, это заболевания сопутствующие, которые связаны с гипертонической болезнью, с другими заболеваниями, могут быть, но зачастую с ней. И это микроинсульты, которые происходят в глазу. При гипертонии, как мы понимаем, инсульт может быть, точка приложения может быть, как и сосуды головного мозга, как и сердце. В этой ситуации это именно становится орган зрения. То, что касается возрастной макулярной дегенерации, это заболевание, которое поражает людей в возрасте старше 50 лет и является тоже одним из основных причин по снижению зрения, особенно среди людей белой расы во всем мире. Юлия Анатольевна, такой общий вопрос, для того, чтобы понимать ситуацию. Технический прогресс идет вперед, но и людей с заболеваниями глаз становится все больше. Как это можно объяснить в целом? Ну, я думаю, что это связано с все-таки тем, что возраст населения с эти годы, то есть если мы сравниваем пациентов, которые были у нас в 20-21 веке, по сравнению с теми людьми, которые жили в 16-17 веках, то есть продолжительность жизни становится больше. Поэтому, поскольку продолжительность жизни становится больше, то и диагностируемых заболеваний, и число заболеваний тоже становится больше. И технический прогресс позволяет выявить, учитывая наличие новой техники, новых аппаратов, которые приходят в нашу жизнь, более четко и более точно поставить диагнозы и выявить патологию у данного количества больных. О проявлениях этих заболеваний хотелось бы поговорить. Вы назвали целый ряд заболеваний. Да, возразные изменения глаукома, сахарный диабет, тромбоз. Как они проявляются? Вот прямо в один день человек начинает плохо видеть. Или есть другие симптомы, которые укажут на более раннюю стадию? Как бы я здесь разделила бы эти заболевания на две части. То есть те заболевания, которые приводят к быстрому снижению зрения. То есть это может происходить буквально в считанные часы в один момент, такие как тромбозы, вен, сетчатки. И здесь снижение зрения достаточно быстрое, безболезненное. И, к сожалению, достаточно сложно с этим заболеванием бороться. В то же время такие заболевания, как глаукома и сахарный диабет, они являются более коварными. И снижение зрения здесь может происходить на протяжении достаточно длительного времени. Но единственное, что объединяет и те заболевания другие, то в поздней стадии течения тех и других заболеваний бороться со слепотой и слабовидением очень тяжело. В отличие от такого заболевания, которое даже может быть зрение снижено, но это заболевание катаракта. И если мы лечим катаракту, то восстановление мы получаем в принципе стопроцентное. То есть это заболевание, которое даёт стопроцентную реабилитацию. Эти заболевания, здесь ситуация совсем другая. И поэтому ранняя диагностика именно органа зрения и сопутствующих заболеваний очень важна. Потому что это позволяет профилактировать, не доводить эти состояния до достаточно тяжёлой стадии заболевания. И повозможно профилактировать эти заболевания в целом. Давайте о причинах поговорим. Если прямо разобрать эту группу, о которой вы говорили, есть, наверное, общие причины, есть отдельные случаи. Безусловно. То, что касается системных болезней, я о них уже сказала, да. А то, что касается причин уже локальных изменений глаз, таких как возрастная макулярная дегенерация, то здесь общие причины в плане старения организма, в плане сосудистых изменений, микровоспалительных изменений, они имеют место быть. Но также определённую роль играет и наследственная предрасположенность в этих состояниях, таких и глаукома, и возрастная макулярная дегенерация. Также сопутствующие факторы играют большую речь, такие как курение, такие как ультрафиолетовое излучение, такие как неправильная пища. И вот этот весь комплекс факторов зачастую приводит к тем последствиям и к тому состоянию, о котором мы сейчас говорим. Вы уже сказали о том, что некоторые из этих заболеваний передаются по наследству, да. А если так продолжить говорить о группах риска ещё, в принципе, какие ещё группы риска, почему одни в 90-е видят хорошо, другие в очках? Ну, наследственный фактор безусловно существует, но здесь ещё имеет место и раса. То есть среди людей белой расы, о том, о чём я вскользь уже говорила, макулярная дегенерация занимает всё-таки одно из ведущих мест. Среди людей других рас, её разновидности, такие как среди азиатской расы, среди афроамериканской расы, там ситуация немножко происходит по-другому. И там среди людей, в частности, афроамериканской расы, учитывая строение сетчатки, особенности, макулярная дегенерация, в принципе, её весомый такой вес, значение, оно поменьше. То, что касается среди людей азиатской расы, макулярная дегенерация там выражена, но форма этого заболевания несколько другая. То есть расовая предрасположенность в этой ситуации тоже имеет значение в плане прогноза заболевания и в плане его течения. Можно ли избежать вот этих процессов? Ну, или отсрочить их? И как? То, что касается избежать этих процессов, то здесь достаточно простой ответ. Это здоровый образ жизни, правильное питание, отсутствие курения, каких-то сопутствующих стрессовых ситуаций, сопутствующих факторов. То, что позволяет профилактировать эти состояния, это тоже очень важный момент, потому что на ранних стадиях выявления этих процессов позволяет как можно дольше сохранить зрительные функции у достаточно большого количества пациентов. То есть люди хорошо обследованные, люди, которые следят за собой и которые компенсированы их другие основные заболевания, конечно, прогноз у них значительно лучше, в отличие от тех людей, у которых и заболевания не компенсированы, и, в общем-то, со здоровым образом жизни тоже есть определённые проблемы. Ранняя диагностика, безусловно, имеет большое значение. И несмотря на то, что есть технический прогресс, конечно, какая-то аппаратная глубокая диагностика очень важна, но в то же время каждый пациент имеет возможность и может сам себе диагностировать эти заболевания. В частности, при макулодистрофии есть так называемая сетка Амслера. Это разлинованный листик в клеточку со специальной меткой, которая позволяет смотреть и определить пациенту какие-то искажения, изображения и сравнить каждый глаз в отдельности. И если есть у него в этом проблемы, то есть повод обратиться к врачу с этой проблемой. Эти сетки могут быть в компьютерах, в телефонах. То есть огромное количество людей могут ими воспользоваться и записаться при возникающих проблемах на приём к офтальмологу. Причём этой сеткой могут пользоваться пациенты не только уже с состоянием, которое не диагностировано, но и как мониторинг процесса, который уже диагноз выставлен. То есть это позволяет более тщательно следить за собой. Это такой момент самообследования, да? А в принципе, как часто нужно показываться к офтальмологу людям, которые не входят в группу риска, и людям, которые входят в эту группу риска, о которой вы уже говорили? Ну я думаю, что те люди, которые не входят в группу риска, здесь должны быть осмотры раз в год. Либо согласно той патологии, которая не имеет, патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, не согласно тому графику, который обусловлен другими заболеваниями. Те пациенты, у которых имеют группу риска, здесь уже график индивидуально подбирает сам врач-офтальмолог в зависимости от той патологии, которая есть у данного больного и данных исследований, которые были предыдущие. То есть здесь график индивидуален. При макулодистрофии это может быть раз в два месяца, раз в три месяца, в зависимости от стадии заболевания, от его течения и от схемы лечения заболевания. Есть определенные рекомендации врача, которые выполняют. А есть такие рекомендации, которые находятся в доступе и о которых говорят, например, гимнастика для глаз. Эффективна она или нет? Всем ли можно ее делать упорно, старательно? Мы знаем, что очень много методов существует в сети, их можно увидеть и можно ли это делать? И в каком случае? Гимнастика для глаз – это, наверное, одно из таких распространенных советов друг к другу с пациентами, у которых есть проблемы с глазами, причем это могут быть разные возрастные группы. Но я бы хотела предостеречь их, особенно это люди, которые страдают близорукостью, я бы хотела в плане гимнастики немножко предостеречь пациентов. Потому что то, что касается близорукости, и даже без нее, есть у этих пациентов, есть такое заболевание, как периферическая куроретинальная дистрофия, которая сопровождается разрывами на сетчатке. Зачастую это могут быть состояния, которые предшествуют отслойке сетчатки. И если мы делаем усиленную гимнастику для глаз, усиленные движения, то мы усиливаем зоны натяжения и тракции в этих зонах разрывов возможных, которых пациент не знает, что может быть пусковым механизмом к развитию отслойки сетчатки. То есть мы не делаем себе лучше, улучшаем кровоснабжение, как прописано зачастую в этих сайтах, а просто усиливаем разрывы. И может быть, та отслойка сетчатки, которая могла быть вовремя диагностирована, еще находилась в таком стадии, такой неизвестной, по крайней мере, для пациента, она разрешится на фоне усиленной гимнастики для глаз. Поэтому с гимнастикой для глаз я бы все-таки была достаточно осторожна. А в принципе, вот такой процесс, как потеря зрения, может быть, когда зрение начинает портиться, это возвратимый процесс или же нет, если устранить факторы определенные? Безусловно, это связано с тем заболеванием, с которым к нам обратился пациент, с тем состоянием. Если это возрастные изменения зрения, так называемая наша пресс-биопия, которая наступает в возрасте зачастую после 40 лет, то различными методами коррекции и хирургическими методами, очковыми методами, здесь эту ситуацию каким-то образом поправить можно. То, что касается другой патологии, будь то острые потери зрительных функций, либо хронические в течение длительного времени, здесь ситуация гораздо сложнее. Я бы хотела все-таки сделать акцент на острой потере зрения, то есть пациенты зачастую ждут того, что зрение снизилось, но я подожду час-два, это переходит в день-два-другой, зрение не возвращается. И вот этот ценный промежуток времени, когда можно было что-то сделать и что-то поправить на более ранней стадии заболевания, он уходит. Поэтому в этих ситуациях я хотела бы призвать пациентов не ждать, а обращаться за помощью гораздо быстрее. Потому что иногда в часы какие-то ранние заболевания можно что-то исправить и оставить с большими зрительными функциями, нежели на тех стадиях, когда на поздние, далеко зашедшие, когда лечение становится более тяжелым, более длительным и может зачастую не давать тех результатов, которые ждет и врач и больной. Давайте поговорим о методах, какие сегодня применяются, когда можно обойтись медикаментозным методом, а когда уже необходимо хирургическое вмешательство. Это зависит от стадии заболевания. То есть медикаментозная терапия при ранних стадиях заболевания и всех перечисленных заболеваний, я думаю, что она имеет место быть. То, что касается хирургического лечения, я приведу пример диабетической ретинопатии. Если на начальных стадиях процесса, наблюдая с эндокринологом, мы не видим изменений каких-то на глазах, то специального лечения для глаз это состояние не требует. Если же на… Это далеко зашедшие стадии заболевания, когда мы видим пролиферативную диабетическую ретинопатию с выраженной неовоскулиризацией, с кровоизлияниями, то здесь приходят вынужденные лечить этих пациентов. Вначале это лазерная хирургия при пролиферативной диабетической ретинопатии, далее идут ветриоретинальные вмешательства. То есть чем тяжелее стадия заболевания, тем лечение его более сложное, и прогноз в этой ситуации тоже становится более сложным. Но наука тоже не стоит на месте. Вот из последних достижений, что бы вы отметили? Ну, из последних достижений, это последних, допустим, нескольких лет, это введение, то, что мы используем, препараты ингибитора ангиогенеза, которые затормаживают и способствуют остановке роста новообразованных совсудов, которые являются одним из проблемных зон при диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации. То есть это позволяет достаточно эффективно остановить данный процесс. Уже более полувека, более 60 лет золотым стандартным для лечения диабетической ретинопатии является пандретинальная лазеркоагуляция. Этот метод имеет достаточно высокую эффективность во всех странах мира. Сейчас за последние годы на помощь ему пришло еще интравитриальное введение ингибитора ангиогенеза, которые достаточно эффективны. Эти два метода затормаживают процесс диабетической ретинопатии. При достаточной компенсации сахарного диабета и проведении этих методов удается достаточно эффективно бороться с этим грозным и тяжелым заболеванием. Поэтому ранняя диагностика этого состояния именно сахарного диабета, хотелось бы оговориться, что диабет не только с высокими цифрами глюкозы здесь наш сважен, но и латентный сахарный диабет, когда идут низкие цифры глюкозы и при этих цифрах происходят такие же изменения, позднесосудистые осложнения, такие же изменения в глазах, такие же изменения в почек. Это пока порядка 30% пациентов. И поэтому диагностика органа зрения при этом заболевании для нас является наиболее важным. Чем раньше и в свое время мы применим эти методы лечения, тем прогноз для данной группы пациентов будет более благоприятный. Юлия Анатольевна, очень много заболеваний мы сейчас рассматриваем в рамках коронавирусной инфекции. Вопроса два. Влияет ли коронавирус на глаза? Были ли такие случаи? И какая ситуация сегодня, уже после этого момента, когда очень многие перешли в онлайн и в рабочем процессе и так далее, еще больше времени стали проводить за компьютером, меньше, наверное, режим, придерживаются режима вот этого? Что вы наблюдаете? Ну, если вернуться уже теперь, как это ни странно звучит, к истории коронавирусного заболевания, то одним из первых, которые ставили диагноз этим больным, как инфекции, это были именно офтальмологи. И вот доктор-офтальмолог, чья публикация по этому поводу была одной из первых, к сожалению, он погиб после коронавирусной инфекции. Проявления были в виде конъюнктивитов, то есть воспаления слизистой оболочки глаза. Проявления в виде вирусных конъюнктивитов увидели у такого достаточно выраженного процента. Где-то 10% потом были данные о том, что были около 3% среди выявленных больных. Но я находила статьи, которые свидетельствуют о поздних осложнениях коронавирусной инфекции, это развитие у веитов более тяжелых глазных осложнений. Но сейчас наука как бы идет вперед. Мы уже имеем больше опыт борьбы с этим состоянием. И я думаю, что за последнее время, как коронавирус влияет на глаз и как коронавирус влияет в принципе на организм в целом, мы узнаем достаточно более позднее время. Единственное, что коронавирус, мы все знаем, что он сопровождается микротромбообразованием. То есть это одно из основных таких проявлений его. И тромбозы на фоне коронавируса с одной стороны, и кровоизлияние в глаз мы тоже видели у достаточно большой группы пациентов. То есть хотела бы резюмировать, что конъюнктивиты, тромбозы, кровоизлияние, то есть связанные с проблемой такой сосудистой системы, связанные с проблемой тромбообразования, имели место быть у данной категории пациентов. То, что касается онлайн, поскольку контакта прямого не происходит, здесь, конечно, компьютерный зрительный синдром, потому что все с утра до вечера сидят за компьютером. То есть синдром сухого глаза так называемый. Это не последствия коронавируса, это последствия нашей жизни. Но это тоже бывает достаточно много. А что порекомендуете людям, которые, повторюсь, еще больше времени проводят у компьютеров, и неизбежно это для них процесс? Ну, это капельная терапия, возможно, капельная терапия, подбираются лекарственные препараты, и здесь они капаются на постоянной основе, и это позволяет несколько нивелировать те неприятные ощущения, которые возникают при длительном работе за компьютером, с мониторами, то есть при длительных таких состояниях. Ну и перерыв, да, какой-то системный перерыв устраивать, смотреть вдаль, смотреть в окно, вот эти рекомендации. Ну, если это возможно, безусловно, системный перерыв здесь мы действительно рекомендуем, то есть перевод зрения с близкого расстояния на далекое, и плюс то, что я сказала, потому что хотелось бы объяснить, что во время того, как мы смотрим в экран, частота мигательных движений становится меньше, прикорниальная пленка пересыхает, отсюда возникает синдром сухого глаза. Поэтому заместительная капельная терапия, но имеет место. Тоже ведь зрение, перевод глаза с близкого расстояния на дальнее позволяет лучше работать коммутационной мышцей, поэтому этот совет, он очень хорош в плане того, чтобы зрительную усталость немножко убрать, немножко нивелировать зрение. А современные компьютеры, современные мониторы, они минимизируют нагрузку на глаза? Ну, поскольку человек, это такой хороший вопрос, но я бы сильно больших надежд, здесь всё-таки не так питал, потому что человек находится в том же вынужденном положении, когда идёт воздействие на глаз. А то, о котором я сказала, да, про частоту мигательных движений, идёт же воздействие на шейный отдел позвоночника, тоже вынужденное положение. Поэтому, конечно, по сравнению с теми мониторами, которые были до этого, которые были менее современные, этих симптомов стало меньше, но полностью избавиться от них, я думаю, что, ну, вряд ли удастся. Не очень у меня оптимистические мысли по этому поводу. О режиме работы не забывать и устраивать себе перерывы, и соблюдать... Должно быть хорошее освещение, устраивать себе перерыв. Юлия Анатольевна, покраснение глаз. У многих людей они могут наблюдаться регулярно. Это заболевание или следствие какого-то заболевания? Может ли это быть сигналом к тому, что нужно обратиться к офтальмологу? Или же это просто особенность глаза, если человек при этом себя чувствует нормально? Ну, синдром красного глаза, у нас такая есть даже, как бы, класс достаточно большой, глазных заболеваний. Это могут быть от конъюнктивитов, о которых мы говорили, при той же коронавирусной инфекции, но разного характера. Они могут быть аллергического, вирусного, бактериального, до более тяжёлых осложнений у вида. И самолечение в этой ситуации, оно не всегда может быть достаточно нужным и полезным, потому что это тоже будет способствовать тому, что этот процесс будет затягиваться, переходить в более тяжёлые, далеко зашедшие стадии заболевания. Поэтому всё-таки совет о том, что если вас что-то беспокоит, обратиться к врачу, он имеет силу. Хотелось бы вот такой вопрос ещё задать. Правильное отношение, подход к себе, использование всех рекомендаций, позволят ли оттянуть немножечко вот эти возрастные изменения и сохранить зрение дольше? Безусловно. То есть люди, которые к себе относятся хорошо, которые ведут здоровый образ жизни, которые пытаются, регулярно проходят осмотры офтальмологов, вероятность того, что мы можем что-то выявить на более ранних стадиях заболевания, что-то не пропустить, здесь гораздо выше, по сравнению с теми людьми, которые себя ведут абсолютно по-другому. Поэтому очень важно проходить осмотры периодически и обращать внимание на те жалобы, которые есть в данный конкретный момент. И не оставлять ничего на потом. Потому что, как правило, глаза, их не даром человеку дано два глаза. И глаза — это тот орган, за счёт которого мы получаем большинство информации из окружающего мира. И поэтому к ним надо относиться бережно и с любовью. И какие-то микро, даже симптомы, они требуют достаточно большой диагностики и лечения. Поэтому откладывать на потом нельзя. Юлия Анатольевна, я благодарю вас за подробную, интересную беседу. Большое спасибо. Доброго вам здоровья. Не болейте. А я напоминаю, что говорили мы сегодня о том, как сохранить глаза здоровыми, и что делать, если зрение начало падать. С врачом-офтальмологом Центра офтальмологии РосГМУ Юлией Анатольевной Борзиловой. В студии работала я, Инна Панфилова. До встречи в следующих программах. Берегите здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова